здравствуйте друзья меня зовут михаил наводчик в этом уроке я буду использовать информацию связанную с городом бармен этот город находился раньше в германии сейчас он объединен вместе с другим городом этого перталь в этом немецком городе родился психолог экспериментатор занимавшийся изучением закономерности запоминания этого человека также можно ассоциировать с оптической иллюзией восприятие относительных размеров она выглядит у нас соответствующим образом самая известная версия этой иллюзии состоит в том что два круга идентичные по размерам помещаются рядом причем вокруг одного из них находятся круги большего размера тогда как другой окружен мелкими кружками при этом один из кругов кажется меньше 2 хотя по размерам они совершенно одинаковые здесь мне представлены разные варианты этой люди в англоязычной среде эта иллюзия стала популярной благодаря опубликованному 1901 году учебнику экспериментальной психологии титченера отсюда произошло другое название иллюзии это круги титченера хотя обычно считается что этот обман зрения связан с восприятием размеров есть мнение что критическим фактором возникновения этой иллюзии является расстояние центрального круга от других кругов окружающих его и замкнутость кольца что позволяет рассматривать иллюзию и бенгауза как разновидность иллюзии дельберфа которые мы в свою очередь нарисуем рассмотрим следующем уроке в этой иллюзии если окружающие круги располагаются близко к центральному кругу он кажется больше и наоборот если они находятся на большем расстоянии центральный круг выглядит меньше очевидно что размер окамеляющих кругов определяет насколько близко они могут находиться от центрального круга приводя во многих исследованиях путаница между показателями размера и расстояния иллюзия и бенгауза играет ключевую роль в современных научных спорах о существовании зрительной коре двух отдельных потоков переработки информации касающихся процессов восприятия распознавания и выполнения действий доказано что иллюзия бенгауза искажает восприятие размера но когда субъект должен отреагировать на визуальный образ действием таким как схватыванием размера объектом воспринимаются без искажений эту иллюзию можно рисовать в любом ростовом редакторе которым вы владеете если вы прямо сейчас используете программу photoshop корру или иллюстратор можете выбирать любую на выбор я буду рисовать это в программе иллюстратор либо это нарисуйте в другой из предложенных программ чтобы практически закрепить эту информацию давайте нарисуем эту иллюзию программе иллюстратор а для этого давайте создадим новый документ файл new я работаю в английской версии я думаю у вас куда не составит это сделать если у вас русская версия здесь я выберу вот этот размер 366 на 768 размер принципе не имеет значения можно выбрать любой документ создаем лист белый я сразу же сохраню этот документ в папке проекта назову названием этой иллюзии здесь я выберу инструмент эллипс щелкаю левой клавишей на документе за нам по ширине по высоте 100 пикселей щелкаем ok далее обратно берем и эллипс щелкаем левой клавишей здесь я задам другие параметры 30 на 30 создайте эти размеры щелкаем ok выберем инструмента выделением и сделаем ряд копий зажимаем клавишу alt и делаем копии стали их приблизительно но это расстояние продолжаем удерживать клавишу alt далее берем центральный объект жмем alt и делаем копию сюда далее сделаем еще ряд копии у этого объекта я задам параметр ширины и высоты 200 пикселей жмем alt делаем копии расставляем их где-то на одинаковое расстояние иллюзия готова осталось и им экспортировать сохранить png для этого возьмем инструмент прямоугольник и нарисуем прямоугольник по размерам всего документам я открою окно слои и помещу этот объект вниз на нижний уровень далее выделим все объекты в сцене обведя их щелкаем правой клавишей и здесь выбираем нижнюю команду экспорт выбранного здесь укажите папку туда куда вы будете сохранять и выполните команду экспорт также попробуйте самостоятельно сделать это на другом фоне место белого сделав черный фон и объекты сделав белым также попробуйте сделать это на контрастных цветах это зеленый красный попробуйте поменять расстояние от красного объекта до зеленого и экспортируйте полученные документы в свою папку в следующем уроке мы разберем нарисуем похожую оптическую иллюзию на эту это иллюзию даль бафа если будут вопросы по этому уроку задавайте спасибо за внимание жду вас следующем уроке уроке